Приветствую вас и думаю, что многие эксперты, которые вам ответят на этот вопрос, будут высказывать свои точки зрения, которые могли бы объяснить то, что с вами происходит. Я же предложу вам свое мнение, не претендующее на истину, не претендующее на там что-то еще, но надеюсь, что оно вам поможет. Поскольку и из того, что вы описали, видно, что вы тяготеете к некому такому поведению, давайте подумаем. Вот это вот ваше ощущение, оно меняет как-то поведение вас или нет? Или вы просто ощущаете себя? То есть дальше ощущение дело не идет. Если ваше ощущение меняет поведение, то это означает, что он более явно означает, что вы тяготеете к тому, чтобы чувствовать себя сильнее. То есть при разводе вы, вероятно, оказались во власти негативных эмоций. Я бы даже сказал, ряда негативных эмоций. Этот ряд негативных эмоций в целом можно охарактеризовать как слабость. То есть вы по какой-то причине чувствуете или чувствовали себя. Слабый, беззащитный, и это теперь является для вас основанием, чтобы избегать этого чувства. А лучший способ избегать этого чувства – это не что иное, как олицетворять себя тем, кто сильнее, по вашему мнению, чем вы. И я думаю, что в общем и целом, те ощущения, которые у вас есть, они помогают вам достичь более высокого уровня эмоциональной защиты. Если это так, то есть вы тяготетите к таким ощущениям потому, что у вас есть четкое понимание, опять же, четкое понимание с вашей точки зрения, с вашей стороны, четкое понимание, что вот в этой ипостасе вы менее уязвимы. Возможно, больше контролируете, возможно, от вас больше зависит что-то и так далее. Если это все действительно так, то тогда можно вам совершенно точно сказать, что те элементы, в которых вы чувствуете себя более слабой, чувствуете себя менее защищенной, вот эти элементы, ну, именно с вами разбирать, чтобы вы поняли, что сила женщины в ее слабости – это если ваше ощущение влияет на поведение. Если на поведение не влияет, и вы просто, как бы, ощущаете то, что вы описываете, то в таком случае, возможно, вы эмоционально отгоразиваетесь от возможных уязвимостей. Ну, например, вы пишете, что очень сильно это ощущение после того, как вы проведете время с мужчиной. Значит, можно вести речь о том, что вы таким образом защищаетесь от него во избежание, может быть, повторения той ситуации, тех обстоятельств, которые привели к разводу с вашим мужем. Если это действительно так, то имеет место быть страх, страх перед одиночеством, может быть страх быть брошенной и так далее. Его нужно разбирать, от него нужно избавляться, а вам, возможно, менять свое поведение и менять, наверное, даже не столько поведение, сколько средство для достижения ваших целей, для удовлетворения своих желаний. То есть вы ощущаете то, о чем вы пишете в контексте того, чего вы хотите, то есть ваше сознание берет доступное ему средство для выполнения актуальных задач, для выполнения актуальных целей. Важно понять, какие это цели и самой себе показать, что эти же цели можно достичь, не используя те средства, которыми вы владеете на данный момент. С другой стороны, дабы все чересчур не усложнять, хочется вам сказать так. Ну а вот по факту, как вам мешает это ощущение? С мужчинами вы время проводите? Вроде бы проводите по вашему сообщению. Выглядите хорошо? Опять же, по вашему сообщению выглядите вы хорошо. Даже лучше стали выглядеть в последнее время, как вы говорите. Так что же конкретные, негативные проявления того, что вы чувствуете? Вот вы олицетворяете себя с кем-то, это понятно, но может быть вы берете только лишь определенные некие идеалистические качества, которые позволяют вам вести себя более уверенно и ощущать себя более уверенно. Но тогда это ведь вам только на пользу. И думать мне, что если кардинального вреда от этого нет, если это никак негативно не влияет на ваше поведение, на ваши поступки, на вашу жизнь, на то, что вы говорите, на ваши отношения, то зачем это менять? Оставьте как есть. Пусть будет. Если вы через это можете реализовываться лучше, если вы через это видите пользу для себя, то я думаю, велика вероятность, что если с вами пытаться это как-то рационализировать, то есть познать, разобрать свои элементы, то можно встретиться с защитным механизмом. Защитный механизм будет активно бороться с осмыслением того, что с вами происходит. Почему? Потому что вполне вероятно, что при осмыслении вот этот вот эффект, который вы описываете, он исчезнет. И вы перестанете так себя вести. И вам перестанут говорить точно говоря. И вряд ли вы за это скажете спасибо. Поэтому прежде чем думать, что делать с этим состоянием, с этим ощущением, очень рекомендую вам взвесить все за и против. Какие минусы, какие плюсы, чего больше, что важнее. Если минусов больше и они ощутимы, то можно и нужно разбираться в том направлении, в котором описывал я. Если минусов нет, есть плюсы, то зачем это понимать? Некоторые вещи лучше не осознавать. Тогда человек, странно того, не ведая, приносит себе пользу. А если он осознает это, то в силу ряда причин, в силу определенных процессов, случится так, что человек может перестать приносить себе пользу. Именно за счет понимания. Именно за счет осознания. Поэтому не всегда, не всегда, четкая картина того или иного явления, наличие четкой картины того или иного явления идет на пользу. Отвечу для себя на вопрос, который я задал. А после, я думаю, можете спокойно двигаться в тех направлениях, которые я описал. Можете в одиночку, если есть желание, можете выбрать эксперта и проработать с ним вашу проблему. В том числе и развод, который мог достаточно сильно вас травмировать, последствия чего вы можете переживать до сих пор. и тогда, я думаю, ваше ощущение, оно не уйдет, а оно трансформируется во что-то другое. То есть, вы лучше будете понимать, что именно вы делаете. сейчас вы называете вещи внешней стороной, а когда вы поймете, когда и если вы поймете, вы будете называть вещи своей сущности, то есть, внутренней стороной. Как это будет? Думаю, станет ясно только в процессе работы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok